Капитализация, созданная Джеком Ма, настоящее имя Ма Юнь, компании Alibaba, одна из самых высоких в мире. К концу апреля 2018 года на Нью-Йоркской бирже она превысила 450 миллиардов долларов. Состояние самого предпринимателя, по данным Forbes, составило 39,3 миллиарда долларов. Его основа — это пакет в самой Alibaba Group, составляющий всего 7%. Джек Ма — это глава китайского треугольника. Как мы помним, китайский треугольник — это три крупнейшие компании Китая — Alibaba, Baidu и Tencent. Идея создать китайскую интернет-компанию пришла в голову будущему миллиардеру после того, как в 1995 году он посетил США. Набрав в поисковике Yahoo слово «пиво», он не смог найти результатов в Китае. Но первый бизнес по созданию онлайн-справочника «Китайские желтые страницы» оказался неудачным. Уже в 1999 году 35-летний Джек Ма увольняется из Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества Китая и вместе с друзьями создает Alibaba Group — торговую площадку для малого и среднего бизнеса. Первыми инвесторами в Alibaba Group были Goldman Sachs — 5 миллионов долларов, и SoftBank — 20 миллионов долларов. В 2005 году Yahoo купила 40% группы за 1 миллиард долларов. Спустя 7 лет Alibaba выкупила обратно 20% акций. В сентябре 2014 года Alibaba провела крупнейший в истории Нью-Йоркской биржи IPO. Тогда группа была оценена в 167,8 миллиарда долларов. В ноябре того же года капитализация компании превысила капитализацию американской Walmart, достигнув 251 миллиарда против 246 миллиардов долларов. Сегодня основные направления деятельности Alibaba Group, помимо онлайн-торговли, это электронные платежи, облачные сервисы и кинопроизводство. Alibaba входит в топ-10 крупнейших компаний мира по капитализации. Они активно приобретают компании, инвестируют, выходят на зарубежные рынки. Например, они являются крупнейшим инвестором Paytm, это крупнейшая платежная компания в Индии. Они активно инвестируют в Юго-Восточную Азию, они приобрели Lazadu. Мало кто знает, но AliExpress, принадлежащий Alibaba, является крупнейшим e-commerce-плеером в России. История AliExpress насчитывает уже 8 лет, из которых 6 в России. На россиян, по данным SimilarWeb, в декабре 2017 года приходилось около 200 миллионов посещений в месяц. Это около 30% аудитории AliExpress. В начале февраля 2018 года AliExpress объявила о запуске в России новой площадки, где предлагаются товары по цене до 600 рублей. При этом Россия — единственная страна за пределами Китая, где Alibaba интересно развивать оффлайн-ретейл. Идет по своим стопам. Вот как он начинал, как он развивал свою компанию, вот у него основные сейчас направления инвестиций идут ровно в поддержку тех отраслей или направлений, по которым он сам начинал двигаться. То есть мы видим, что первое, у него есть инвестирование для развития бизнеса, это Alibaba и новые стартапы плюс инвестиционный фонд. Но второе, у него очень большие потоки идут на благотворительность. Он отдает большую степень своих инвестиционных направлений именно в поддержку новых начинаний, новых развитий. Alibaba конкурирует с Tencent практически во всех отраслях диджитал-экономики. По данным PitchBook, они провели 131 сделку, каждая четвертая из них — это крупные приобретения. Они зачастую вкладывают в компании даже для того, чтобы их не приобрел или туда не инвестировал конкурент. Инвестиции в сингапурского онлайн-ритейлера Lazada стали одними из крупнейших для Alibaba. С 2016 года они составили 4 миллиарда долларов. Из них 2 миллиарда компания инвестировала в начале 2018 года. Также в феврале 2018 года стало известно, что Alibaba совместно с государственной CIH купят у Dallian Vanda Group 13% в VandaFilm — подразделении по производству кинофильмов. Сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда долларов. До этого в феврале 2015 года Alibaba вложила 590 миллионов долларов в производителя смартфонов Meizu, а в марте 2015 года — 200 миллионов долларов в Snapchat. Их инвестиции сейчас связаны не только с диджитал-экономикой. Они инвестируют в традиционные сектора, покупают компании в ритейле за миллиарды долларов, инвестируют сотни миллионов долларов в производство фильмов и покрываются больше и больше секторов традиционной экономики. Он, по его собственным словам, не знает, как тратить деньги. «Это моя вторая карьера, и она оказалась намного сложнее, чем делать деньги», — говорит основатель Alibaba. «Он дважды провалил экзамены в колледже, был непринят на работу даже в KFC, провалил экзамены в Гарвард. Наверное, у него можно поучиться тому, что нужно никогда не сдаваться и много и усердно работать. А Джек Ма при этом всегда с улыбкой относится к своему делу. Он выступает на корпоративах в костюме рокера». «Он дважды провалил экзамены в Гарвард.